Теперь твоя очередь рассказывать про оптимизацию промо. Значит, поговорим про то, в целом, в рамках доклада, как мы оптимизируем в мегамаркете промо-рассылки, про наш калькулятор как раз промо-акций. Ну, для начала немного представлюсь. Да, меня зовут Данил, я Димин коллега, работаю в той же команде применения маркетинговых алгоритмов. Я там младший специалист по машинному обучению. И здесь вот перечислены пара мест, где я учился, и, значит, мой контакт. А если вдруг захотите что-то обсудить, и давайте... Извиняюсь, у меня как-то долго переключается и реагирует в целом. Значит, о чем мы сегодня поговорим? Сначала кратко расскажу про компанию, про команду. Потом, кто вообще такие промо-коды в мегамаркете, как они используются, что за такая задача планирования промо-рассылок. Итак, далее расскажу, как мы подходили к ее решению. Посмотрим наш roadmap, скажем так. Далее подсвечу пару интересных инсайтов, которые мы обнаружили, и которые, на самом деле, нужно учитывать в подобной задаче. И немного расскажу про текущее состояние нашего проекта, про дальнейшее развитие. То есть, в целом, сегодня поговорим про то, как можно подходить к задаче планирования промо-рассылок. Итак, про компанию. Ну, Дима уже, собственно, кратко рассказал, так что напомню просто, что самокат тех предоставляет решение для e-commerce в реальном времени. Здесь вы можете увидеть несколько цифр наших ключевых показателей, вот сходить по QR-коду, прочитать, какие мы классные, и все захотеть приходить к нам. Ну, давайте, собственно, к делу. Что вообще за задача планирования промо-рассылок? Значит, начнем с того, что вообще такое промо-коды в мегамаркете конкретно. То есть, я думаю, концептуально нет особого смысла рассказывать. Но конкретно у нас это, как правило, история про скидку определенной суммы от какого-то порога суммы заказа. То есть, вот здесь вы видите пример, например, тысяча рублей от 4 тысяч, 3 от 10 и так далее. Собственно, промо-коды бывают разные. Они бывают общие вообще на любые заказы, на все. Бывают на товары конкретного продавца, бывают на набор товаров и так далее. То есть, в целом, там довольно такое широкое разделение. И что такое, собственно, планирование промо-рассылок? Это буквально определение того, кому, сколько, каких промо-кодов мы хотим отправить, чтобы добиться каких-то наших поставленных задач. Какими эти задачи могут быть? Ну, ключевые два показателя – это рост GMV и количество пришедших новых клиентов. Как вообще раньше строилось планирование промо-рассылок? Есть отдел маркетинга, который на основе экспертной оценки, на основе аналитики какой-то по предыдущим рассылкам как раз создавал план на следующий период какой-то. Ну, например, на месяц, на неделю вперед и так далее. Да, окей, это такое, возможно, решение на пальцах, но как бы, если оно работало, то зачем нам придумывать что-то новое? Зачем нам напрягаться и делать что-то более сложное? Возможно, экспертная оценка и так хороша. Собственно, здесь было несколько факторов. Первое – это то, что бизнес ставит конкретные задачи по показателям и по бюджету. То есть, хочется добиться конкретных метрик, и при этом желательно не потратить денег. И в такой постановке может быть сложно с точки зрения экспертной оценки запланировать, что и как рассылать. Также непонятно, даже если мы составим такой план, как вообще проверить его оптимальность. То есть, а может быть, можно было сделать что-то по-другому и потратить меньше денег. Собственно, все были бы только рады. Также бывает так, что планы просто динамически меняются. Бывает, нужно подстраиваться, как-то перестраивать планы, потому что, опять-таки, изменился сеттинг, или нам нужно к новым условиям как-то подстроиться. И экспертная оценка, опять-таки, она недостаточно гибкая в этом плане, чтобы мы могли буквально на лету как-то менять наши планы рассылок. И еще один момент, который, возможно, не столь очевидный, как предыдущие. Это не учитывается текущий контекст в некотором плане. То есть, это то, в каком состоянии пребывает наша текущая клиентская база, из кого там состоят отдельные сегменты, и как мы с ними взаимодействовали. Про историю взаимодействий отдельно поговорим чуть подальше. Собственно, прежде чем я начну рассказывать про решение, давайте несколько более формально поставим задачу, чтобы было плюс-минус понятно, как вообще к ней подходить. Значит, в целом она может быть сформулирована вот в двух, скажем так, постановках, которые с точки зрения оптимизации двойственные. То есть, либо мы хотим достичь целевого значения некоторой метрики и при этом минимизировать бюджет на достижение, либо же мы хотим, наоборот, фиксированный бюджет наиболее оптимальным образом распределить так, чтобы получить какой-то максимальный выхлоп от этого. Я вот тут говорил про целевые метрики, какие они у нас в целом бывают. Если мы рассматриваем активную клиентскую базу, то есть тех клиентов, которые у нас уже совершали заказы, то это непосредственно GMV, либо retention, как конвертация клиентов в повторный заказ. То есть для нас важно не только, чтобы они воспользовались скидкой и ушли дальше по своим делам, дальше в спячку, но и чтобы они остались с нами как клиенты, чтобы они продолжали делать заказы и приносить нам дальше деньги. Также это может быть количество новых клиентов. Если мы планируем количество новых клиентов, здесь внесу небольшую поправку, то тут мы уже работаем не с клиентами, понятно, напрямую, а с каналами привлечения, каналами взаимодействия. То есть когда мы оптимизируем GMV retention, это история про клиентскую базу. Когда мы ориентируемся на количество новых клиентов, это про каналы привлечения. И также есть важная метрика, которую мы как бы напрямую не оптимизируем, но отслеживаем, она для нас очень важна. Это доля промо, то есть отношение затрат, которые уйдут на промо-компанию к GMV, который мы получим от этой компании. Перейдем непосредственно к тому, как мы решили подходить к планированию рассылок. Собственно, вообще так, если мы в общем на вот эту задачу посмотрим, то можно заметить, что это у нас задача целочисленного линейного программирования. Почему целочисленного? Потому что, ну давайте, например, мы максимизируем GMV, скажем так, пространство, по которому мы ищем решение. Это, оно состоит из какого-то количества промо-кодов определенного типа. То есть мы не можем там отправить 14.21 промо-кода клиенту. Это всегда какое-то целое количество. И, собственно, как это решение может быть реализовано? Ну, в целом, задача довольно известная. Можно думать как про задачу в рюкзаке. То есть у нас есть некоторый бюджет, рюкзак определенной вместимости. У нас есть много разных промо-кодов, которые имеют свою ценность. Грубо говоря, это может быть ожидаемая конверсия умножить на GMV. Вот этого промо-кода. У них есть некоторый вес, вот это затраты наши. То есть это, что, это у нас конверсия на то, сколько мы потратим. В некотором приближении это буквально номинал промо-кода. И вот, соответственно, мы хотим набить наш рюкзак так, чтобы он был поценнее. Собственно, задача, да, NP-трудная, как известно. Есть некоторые евристические алгоритмы ее решения. И есть различные реализации. То есть это SciPy, PyOM, Python, MIP и так далее. На самом деле довольно много разных вариантов есть. Теперь мы поговорили в общем про задачу, про сеттинг. Какие перед нами были технические требования. Первое – это простота использования. То есть в целом это инструмент, который ориентирован на тот самый отдел маркетинга, который изначально на основе экспертной оценки планировал промо-рассылки. И инструмент должен быть простой. То есть чтобы это не приходилось там, грубо говоря, где-то в коде конфигурировать, как-то хитро запускать и так далее, грубо говоря, должен быть буквально пульт. То есть пользователь задает некоторые параметры, там, грубо говоря, нажимает кнопку и получает конкретный результат. Что он получит, что надо для этого сделать. Это должно считаться быстро, как я говорил, для какой-то динамической, может быть, подстройки планов, либо же для анализа, а что вот будет, если мы, например, запустим вот такую промо-рассылку. И именно по технической реализации предполагалось, что это будет Excel-файл, либо какая-то веб-форма с возможностью выживания результатов, расчета и так далее. Что это должно быть по функционалу? Я в целом тут уже подсветил, то есть это, естественно, должно решать нашу исходную задачу. То есть мы говорим, что мы хотим оптимизировать, мы говорим, какие у нас есть ограничения, какие промо-коды, например, мы будем высылать. Инструмент должен выдавать нам некоторый ответ. То есть либо решение, либо то, что решения для такой задачи нет в целом. И также, помимо непосредственной оптимизации, он должен уметь отвечать нам на вопрос, а что будет, если мы сделаем вот так? То есть бывает важно просто, например, вот мы получили некоторое оптимальное решение для задачи и хотим узнать, а может быть, мы захотим потратить чуть больше денег и, например, вот разослать вот такие промо-коды, а что будет, если мы вот так сделаем? Может эффект нам понравится, и мы в целом расширимся. То есть должна быть определенная гибкость. Собственно, на основе того, что я описал, ограничений, постановки задачи, мы разработали roadmap. Я не буду его детально прямо разбирать. То есть он в некотором плане стандартный. У нас есть сбор необходимых каких-то данных, сбор дополнительных данных, которые могут понадобиться нам для уточнения определенных аспектов и показателей. То есть, например, вот мы можем прогнозировать конверсию, мы можем прогнозировать GMV. Естественно, нам нужен непосредственно оптимизатор, который будет подбирать оптимальные параметры промо-расслуги в зависимости от уже каких-то исходных данных. Ну и далее, когда вот решение будет готово, мы планировали провести бэк-тест и там дальше уже запуститься, пилотироваться. И мы находимся примерно между третьим и четвертым этапом. Это непоехавшая верстка. То есть я далее чуть подробнее расскажу про то, на какой стадии мы сейчас находимся. В целом у нас уже есть некоторый оптимизатор. И модели прогнозирования находятся в разработке. И прежде чем я непосредственно про решение расскажу, будет пара интересных инсайтов, с которыми мы столкнулись, и которые на самом деле нужно учитывать. Момент первый. Значит, вообще говоря, у нас динамическая задача в том плане, что клиенты, грубо говоря, знают, что мы с ними взаимодействовали. И наши взаимодействия, ну естественно, не влияют на то, как у нас там промо-рассылки будут, грубо говоря, происходить в дальнейшем. Например, вот обратим внимание просто на первый график, который слева. Тут у нас на него попадают клиенты, у которых было ноль заказов за какой-то конкретный месяц. По горизонтальной оси у нас число предыдущих коммуникаций с клиентом. Что такое коммуникации? Это как раз это рассылки промо-кодов. Но также это могут быть, например, некоторые пуши напоминания о том, что, о, знаете, у нас сейчас проходит там какая-нибудь хорошая акция, или просто вы давно не покупали. Ну то есть просто любые коммуникации с клиентом. И есть вот такая розовенькая линия конверсии, то есть это конверсия промо-кодов, которые были выслалены клиентам, с которыми было определенное число предыдущих коммуникаций. И что мы тут наблюдаем? В целом результат ожидаемый, что чем больше коммуникаций совершается с конкретными клиентами, тем ниже конверсия по промокодам, которые им отправлялись. То есть в целом, возможно, человек был не готов покупать, и чем больше мы ему высылаем промокодов, которые не находят отклика, тем как бы более мы уверены в том, что, ну, наверное, он к нам не придет, и зачем мы будем его просто задалбливать рассылками, если, может быть, ему надо несколько, скажем, отдохнуть. Также есть вот некоторый, возможно, не очень ожидаемый эффект, то, что пик конверсии у нас приходится на клиентов, с которыми было две коммуникации, то есть, возможно, есть такой сегмент пользователей, которые смотрят на первый промокод, думают, ну, ладно, я как-то сомневаюсь, может быть, подожду чего-то другого, и когда приходит второй, вот они уже решились, сомнения побеждены, и они к нам приходят, совершают заказ. То есть зафиксируем, конверсия применения промокода будет зависеть от числа предыдущей коммуникации с клиентом, и более того, она еще будет зависеть от числа предыдущих заказов. То есть, например, если клиент там совершил пять заказов у нас уже в этом месяце, но, наверное, он не факт, что сразу откликнется на наш новый какой-то промокод, возможно, захочет условия получше, и это тоже фактор, который надо учитывать, и вот можно, например, видеть, что для клиентов, которые совершили разное число заказов, конверсия ведет себя чуть по-разному, поэтому это тоже момент, который надо закладывать. Ну, я здесь говорил про число предыдущих коммуникаций, про число заказов, но в какой-то момент нужно будет обнулять вот эти показатели, в том плане, что, например, клиент с нами давно, вот он, не знаю, совершил тысячу заказов, и это же не означает, что сейчас вот мы должны перестать с ним взаимодействовать, но просто потому, что он как-то хорошо напокупался. То есть, нет, в какой-то момент нужно делать вот эту отсечку и говорить, нет, все, вот теперь у него опять ноль совершенных заказов, считаем по новой. Вот, это первый такой комплексный подводный камень. Вообще говоря, мы не всегда можем узнать, что клиент откликнулся точно на промокод. Вот, например, я зашел на главную страницу Мегамаркета, и мы тут видим много интересных предложений с точки зрения кэшбэка бонусами спасибо. И кэшбэк – это как раз один из основных инструментов для привлечения клиентов в Мегамаркете. И, может быть, сложилась такая ситуация, что, например, вот я смотрю, о, встраиваемая посудомоечная машина, у нее там 30% почти кэшбэк, ух ты, прикольно, наверное, возьму, мне приходит промокод там еще, грубо говоря, на 500 рублей от 1000. Я думаю, о, хорошо, скидка лишней не будет, и пользуюсь промокодом. Но, как бы, если бы пришел только промокод, а вот этого огромного кэшбэка я не увидел, возможно, заказ я бы и не совершил. И, таким образом, нам нужно понимать, о какой кэшбэк вообще клиенты видели, то есть в каких условиях они находились, когда они промо применяли. Ну и более того, в дальнейшем маркетинг планировал использовать кэшбэк в том числе как инструмент для того, чтобы оптимизировать проморассылки. То есть конкретно сейчас, да, мы ориентируемся на промокоды, но в дальнейшем это можно будет настраивать еще в совокупности с кэшбэком, и, естественно, его нужно учитывать, нужно понимать, как он, в свою очередь, влияет на ключевые показатели. Итак, вернемся к решению, которое мы строим в текущий момент. Напомню, да, вот наш roadmap. Мы находимся, грубо говоря, на этапе, когда у нас есть какой-то первичный оптимизатор и строятся модели прогнозирования интересующих нас показателей. И что у нас, собственно, готово уже в текущей итерации. Я говорю, что для нас важно уметь отвечать на вопрос, а что будет, если сделать вот такую рассылку. И сейчас у нас есть инструмент для такого вот if-анализа. Я далее покажу конкретный пример. Он у нас работает сейчас на три кейса. То есть когда мы отправляем только промо, это условно нулевой кэшбэк, либо какой-то базовый уровень его. Ну, скажем так, чтобы уметь оценивать чистый эффект от промо-кодов. Есть зеркально кейс, когда у нас только кэшбэк, и никаких промо-кодов не приходит. Есть кейс, когда они работают совместно. И также есть два кейса, которые находятся в разработке. Это когда мы хотим понять, грубо говоря, независимо от того, какой у нас был, какой у нас кэшбэк, сколько в среднем будет GMV или конверсия по промо-коду. И, опять же, зеркально для кэшбэка, когда нам в целом без разницы, какие там приходят промо-коды, мы вот хотим некоторый средний эффект понять. Давайте, собственно, посмотрим на пример. То есть, допустим, у нас есть вот такие входные данные. Мы знаем, что у нас есть сегмент клиентов определенного объема. Мы знаем, что им отправлялись, да, я забыл сделать поправку, это как бы исторические данные. То есть, вот мы знаем, что проходили раньше какие-то промо-компании, и были вот такие результаты. То есть, мы выслали промо-код, например, 500 рублей от полутора тысяч, назначили кэшбэк 50% на первую категорию, и вот была такая конверсия. Вот столько мы в среднем получили с пользователя GMV, имеется в виду. И вот столько в среднем на пользователя потратили. И опять же, мы здесь видим разбивку по числу предыдущих коммуникаций, потому что, да, ну вот тот ровный инцент, про который я говорил раньше. И вот давайте, например, мы хотим понять, а что будет, если мы сделаем вот такую рассылку. То есть, здесь приведены промо-коды, опять же, вот мы зафиксировали кэшбэк. Для кэшбэка, да, важно отметить, что кэшбэк, он не индивидуальный. То есть, если промо-коды мы можем настраивать персонализированно, то кэшбэк видят все одинаковые. То есть, если мы говорим, что на первую категорию 50%, значит, он должен быть у всех на первую категорию 50%. Отправляем вот заданное количество промо-кодов. Да, для только промо, только кэшбэка работает по аналогии. И на выходе вот мы получаем такой результат. Вот if-анализ у нас работает на некоторой эвристике. Сейчас я про нее расскажу подробнее. То есть, у нас были исторические данные. И по историческим данным, давайте вернемся просто. Вот, например, мы смотрим просто, в каком сегменте была наивысшая конверсия для данного промо-кода. То есть, например, вот тут мы хотим отправлять промо-код 1500. В смысле, наоборот, 500 и 1000. Смотрим, кому мы такое уже отправляли. Смотрим, где была конверсия повыше. И раскидываем по пользователям внутри вот этого сегмента. Ну, пока, собственно, они в этом сегменте есть. Дальше переходим на сегмент с чуть меньшей конверсией, если у нас пользователи, например, просто закончились. И так далее. И вот тут мы получаем, кому сколько промо-кодов мы можем отправить. Для того, чтобы получить, ну, просто некоторый результат. Я, опять же, сказал, что это такой анализ, который работает на айбристике. И можем получить желаемые метрики. То есть, у нас здесь опять же GMV, затраты, доля промо. То есть, все те ключевые показатели, про которые мы говорили раньше. Помимо вот IF-анализа, я уже упоминал, что у нас готов оптимизатор. Он сейчас работает на основе реализации из Python MIP. И только для кейсов, когда у нас только промо и только кэшбэк. Потому что, как я сказал, когда у нас назначается кэшбэк, то он должен быть общий для всех. И вообще говоря, здесь не очень очевидный момент, как именно по историческим данным наложить вот это ограничение, что нельзя, например, накидать разным пользователям разный кэшбэк. Итак, как вообще работает оптимизатор? Ну, собственно, там подаются те же входные данные, что были на примере для вот IF-анализа. Далее мы задаем целевую функцию. Мы задаем ограничения. И пространство решений в том смысле, что, например, мы хотим либо дать 50%, либо там на вторую 30%. И можно выбирать вот из каких-то промокодов. Например, там только 500 от 1000, либо 1000 от 2. Я далее тоже расскажу, почему такие ограничения сейчас есть. Далее оптимизатор просто выдает нам либо способ достижения такого решения, либо то, что задача в целом решение не имеет при поставленных ограничениях. А дальше мы уже можем, как я ранее тоже описывал, применять вот IF-анализ для того, чтобы, например, как-то попробовать решение покрутить. И понятие может, мы хотим потратить там чуть меньше бюджета и сделать что-то по-другому. Может, наоборот, чуть больше в целом. То есть понять, как оно будет меняться. И давайте тоже тут на примере. То есть мы просто можем задать GMV, например, как вот. GMV – это, естественно, по конкретному промокоду. Это конверсия по вот этому промокоду на интересующем на сегменте. Это число клиентов в этом сегменте. Это все на исторические данные, естественно, на средний GMV по ним. Далее мы говорим, что вот у нас есть, например, 5 миллионов рублей бюджета. Вот задаем, что у нас промокоды 500 от 1000, 1,5 от 2. Что вот можем дать вот такой кэшбэк. И оптимизатор задает нам решение. То есть здесь мы понимаем, что вот надо отправить 5385 промокод от первого типа, там 14 тысяч с лишним второго типа. И кэшбэк надо дать на обе категории, и вот это даст нам какой-то лучший результат. Собственно, как мы планируем дальше развивать наше решение? Первое – это, как я сказал, нужно придумать, как оптимизировать промо-рассылку одновременно по промокодам и по кэшбэку. Потому что, ну, понятно, такой наиболее общий случай, который нас интересует. Ранее я говорил, что сейчас мы используем исторические данные о предыдущих рассылках. Но, вообще говоря, мы можем, например, применить модели прогнозирования для конверсии, для GMV. Во-первых, чтобы перейти от сегментов, как вот я до этого показывал, например, к персональным промокодам, то есть увеличить уровень детализации. И уметь отвечать на контрафактические, скажем так, вопросы. То есть, а, например, что будет, если мы решим ввести какой-то новый промокод, которого мы не видели в исторических данных, и, вообще говоря, оптимизатор нам не сможет ничего сказать по этому поводу, так же, как и вот их анализ, потому что они работают на исторических данных только. А нас такой кест в целом может интересовать. Ну и, тем более, это актуальная история для кэшбэка, который, вообще говоря, у нас от нуля до стата может быть буквально любой. А, ну и также я особо не касался кейса про число, про привлечение новых клиентов, но это тоже важно, и мы можем также прогнозировать, сколько новичков у нас придет с конкретного канала на данный промокод. Ну и про увеличение детализации я тоже уже сказал. Да, на этом у меня все. То есть, мы вот с вами посмотрели, что вообще за задача планирования проморассылок, как можно решение этой задачи строить. Сейчас буду готов ответить на ваши вопросы, и прежде чем, да, перейдем к вопросам, сделаю маленький вброс. У нас в команду сейчас требуется стажер, есть открытая вакансия, поэтому если для вас это актуально, вы можете написать мне или Диме, и мы это обязательно обсудим. Вот, все приходите к нам, у нас классно. На этом у меня все, спасибо. Спасибо, да, кидайте ваши огонечки, можно задавать свои вопросы. Ну, побуду капитаном очевидностью, вот. Учитывая все ключевые слова, не было ли планов сразу готовить абсолютно все на рельсах от лифт моделирования? Пока мы такой вариант не смотрели, но, то есть, опять же, от нас требовалось итеративное в некотором плане решение, то есть для того, чтобы было что-то минимальное, что уже можно начинать использовать, потому что вот эта задача оптимизации рассылок, она, скажем так, очень остро сейчас перед маркетингом стоит, поэтому вот именно так по частям, по шагам, по каким-то мелким начали решение подготавливать. Вот, опять же, рассылок про вот иф анализ, про оптимизатор, а дальше, да, мы в целом можем перевести его, как-то усложнить, протестировать и так далее. Ну, оптимизатор так или иначе пригодится, вот, просто сама задача про оптимизатор, вот, она в целом и привязывается к вот этой вот классической задаче, типа, кому отправить такое-то, кому отправить какую-то коммуникацию, кому отправить какое-то воздействие, у которого может быть взвешенный бюджет. Ну, то есть, так или иначе, к этому, ну, в какой-то момент процесс сойдется, в процессе эволюции всего, можно сказать, внутреннего продукта, вот. Вот, а предыдущие приколы, типа, оптимизатора, ну, тоже в хозяйстве пригодятся. Да, то накидайте еще огонечков аплодисментов Дане.